Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал India Magic TV. С вами я, Олег. Это 132-й фильм индийского блога «Я в Путапарте» в небольшом местечке, в котором расположен большой ашрам Сатья Саи Бабы. Ашрам Сатья Саи Бабы называется Прошанти Нилаям, что в переводе означает «обитель высшего покоя». Здесь действительно очень спокойно, чисто, вкусно и дешево. Практически не нужно знать никаких иностранных языков, поэтому сюда любят приезжать русскоговорящие люди. Мы хотим после Нового года. Ну, благодаря, конечно, Олегу, вам, да. Тоже очень много информации. Какая популярная личность, Олег? Да, девчонки, да. Это очень хорошо. Мы видим такую честь знакомиться. Да ладно, еще какая-то. Сейчас крылья вырастут. Нет, потому что еще вот вы же живете в Гриндаун, по-моему. Гриндаун. Гриндаун, да. Приезжайте. У меня мечта, знаете, побывать? Вот отсюда мы обязательно заедем, прежде чем на Куа. Как называется? Я навру, конечно. Мадри... Мадри-Мандир. В Ауравиль? А, ну, тут недалеко. Я ездил на автобусе. Ну, как, тяжело на автобусе. Отсюда идет автобус? До Чина идет автобус. Да, идете на автостанцию здесь. Покупаете билет до Чинае, на автобус и все. А с Чинае до Пандичери уже. Там километр полтора. Там, да, с Пандичери. Вам не надо до Пандичери доезжать. Вам надо будет выйти в Ауравиль, там, 7 километров не доезжать. Это смотря, по какой дороге поедет еще. Там есть две дороги. Ну, да, смотря. Ну, мы, конечно, ни по какой не поедем, пока вы не скажете. По какой нам надо. А я не знаю, просто спросите у водителя. А, это спросить, да? Как, да. А так я ездил отсюда. Берете билет на автостанцию, идете на автостанцию там. И билет покупаете на автобус до Чинае, и все. Там хорошо матримандир. Там только матримандир, больше ничего. Да, но я вот именно там хочу. Ну, он стоит, чтобы туда съездить один раз, да. На короткое время. Ну, буквально, день-два. А их нужно останетесь. Так, здесь можно. Мы хотим на Новый год и потом работаем с вами. Да? Да что ты, дорогой. У вас Рудракша, хороший. Да, слышишь, это самое. Работает сейчас столовка европейская. А я не знаю, вот девочки пришли оттуда. Работает столовка европейская. А надо по второму. Я ходил сейчас в север, но мне так понравилось вообще суть. Я скажу северное. Очень вкусно. Пока нет. У многих... Пока нет. Ага, хорошо. Ну, посмотрим. Меня пока не знают. Мне здесь пока хорошо. Я отдыхаю. Потом мы поехали в Брюк. Увидела вас звездок теперь все. Звездок. Я говорю, Володя, кому нет. Я увидела цены, кофе, мороженое. Такое шикарное мороженое. 35 рублей, все бы, максимально. Да, после решекеша, после вредала, на эти цены, вообще, кажется, смешно. Коммунизм. Мы строили коммунизм, а я не в техушку сделала. Нет, это локальный коммунизм здесь. На деньги сайба будет коммунизм. Я не вычиню, плохо лежу. А знаете, как они быстро бегают, эти коровы? Это они... Собака. Я ей говорю, нет, как лошадь. Они с виду такие спокойные. Чук-чук-чук-чук. А когда надо, она бежит, и он еще не убежит. Еще не убежишь от нее. Ну, вот, чтобы надеть нас там. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Я говорю, вы нам помогаете. И когда рассказываете, помните, вот это. Какой автобус туда идет, где можно сесть, вот такие дела. Мы сейчас, когда прилетели на самолете, там, конечно, 4 тысячи таксиев, чтобы сюда приехать. Очень-очень. В Бангалору, говорите. В Бангалору. Ну, днем тоже с ней. Сюда, и в Бангалору. Да, и в Бангалору. В 4 тысячи, 4 с половиной. Ну, это, конечно, нахлада. Мы понимаем, что это. Потом, вот, я не решил, что должен быть где-то в Бангалору. В Бангалору, автобусная остановка, и сюда? Да, да, да. Соответственно, руки. Мы вот записываем, уже за вами. Вот я говорю, где я что поел, где еще? Ну, это здорово, здорово, молодец. Есть что смотреть, конечно. Ну, девчонки, пойдем. Только в Кремле уже все забыла. Пол-пятый. Уже через полчаса. Через полчаса. Уже через полчаса надо у Ганеши. У Ганеши, да. Так что, просьба не задерживать. Хорошо, вы тоже подойдете? Я подойду, да. Очень подойду. Как вас зовут? Оксана. 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 Мне Галина. Галина. Как она назвалась Натальей? Очень приятно. Очень приятно. Хорошо, встретимся. Обязательно. У хора, это здесь пойдем что-то, да? У хора, да. Мы к Крисмасу готовимся. Два раза в день репетиции. Поэтому приходите сейчас. Я тоже приду. Вы поедете по какому? По-английски. По-английски, да? Да. Вот по питу. Поспевать. Ну, по питу я люблю. Но люди не очень любят слушать меня. У меня тоже хор и все нормально. У хора все будет нормально. Ну, я тоже думаю, хор мне нравится. Мне всегда говорят, там можно зачесаться, да? Да, да, да. И потеряться. Вот это да, это шопинг-центр. Как супермаркет Саебаба. Большой. Я здесь купил сумку вот огромную, как у тебя такой. Чемодан, да? Чемодан с колесами. Но я с ним так и не поехал домой. Я его отвез во Вриндаван, и там у меня хранятся какие-то вещи. Одеяло, подушки, посуда. И вот такое. У меня так и остался во Вриндаване. Хороший, чем новый. Новый практически. Ну, вот это лотос уже, да? Да. Да, это лотос. А, это не кувшинки, лотос. А кувшинки, они, по-моему, и есть лотос. Нет? На русском. Это такие ранголи на постоянную озноль. Они же как-то... Вообще, по традиции, их каждое утро рисуют. Да. Каждое утро рисуют, когда женщина прибирает дом утром. Это как бы вот утверждение того, что она уже убрала. Да. Все, я убрал, и это последний штрих. Да, последний штрих. Того, что вот она прибралась и нарисовала ранголи, тем самым защищая дом от злых духов. Ну, да. Некоторые, наверное, ленивые, если тут отплынет, нарисовали ранголи, а дома убираться не надо. Так, нарисовала, значит, все нормально. Если у кого-то какие-то проблемы, например, хотите либо себе, либо домой взять какие-то аюрведические лекарства, вот Керала клиника. Там, где поворот был, вон там наверх. Вот она, бесплатная клиника. Нигде я. А где вы ее читаете? Да, и сюда можно войти. Вон написано. Не, 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 мы про кого я говорила. Вот это. Это вход на территорию клиники. Дженера госпитал. А супер госпитал 5 километров отсюда. Супер госпитал 5 километров. Супер госпитал можно заехать либо любым автобусом из автовокзала за 5 рублей. 5 километров. А на ЖД вокзал? А на ЖД вокзал вот эти ездили раньше 10 рублей. Я не знаю, может, подняли там 15 рублей. Ну, они, как иностранцы, видите, они говорят, 20 рублей, 30. Мы с 50, он одного человека так не повезет. Не, 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 он одного не везет. А вы доехали? Куда не загрузят. Это как маршрутное такси. Мы доехали на машинке такой. А теперь смотрите. На хорошей. За 150. Начинаем с левой стороны, вот это все, институт с эти свои бабы. Мальчики учатся. Разные факультеты. С этой стороны детки, такие до 10 лет, по-моему. Они в воскресенье, у них сегодня вот родительский дом, они в 2 часа уже все, расходили, вот порасходили все. Но вот полностью на удержании страха. То есть родители ничего не платят. Они сидят там, так сказать. Наверное, да. Баба, 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 баба. Все время утренки заведения. Аж до такой арки, как вот эта. Вот где-то еще метров 500. Арка. Возле этой арки, поворот вправо, бакулан написано. Это молочная товарная ферма. Все коровы голландской породы, черно-белые. Молочная. Хорошая ферма, голландцы привезли, как подарок, короче, там все сделано. С левой стороны, вот, если ты, это кончается, потом будет планетарий. Там на английском, келугу и хинди. На русском нету. Хотя по-моему. Нету, нету, переводили. Там сидишь, и так пресленно в небо смотришь, и вот эти звезды, планеты, они рассказывают, сколько километров, что туда летают, спутники и так далее. Дальше, с левой стороны, там раньше такой на вещь, четыре столба красивые, и там была, конечно, слоника, слоника, слоника. Одна умерла в зале, ну и другая умерла, и другая умерла, короче. И с левой стороны великолепный дворец спорта, который открыли в 10-м году. Или в 9-м, или в 10-м году. Спортивный дворец такой, красивый. Это все, вот что снаружи, достопримечательностей. Сейчас мы повернем через стадион, мимо стадиона будем, и я вам тоже расскажу. И вот эту вот гору, там тоже со стадиона хорошо видно. Так, останавливаемся. Видите, вот пирамида, с левой стороны. Это центральный архив Хакаса и Бабы. Все лекции, видеофильмы, все события, которые здесь происходили. Они сняты. Фильмы и все позаписано. Это там все хранится, только для научных работников. Там ходить на экскурсии закрыто. Никто не ходит, не водит. Нет, архив, центральный архив. А вот это центральное здание. Стадиончик. Это здание административное здание. А вот это рядом, три пирамиды. Это здание, музей всех религий. Туда подойдете, два слона по бокам сворот, очень красиво фотографию сделать на память и так далее. А вот эту всю панораму, вот эту. Вот это стадион, вот этот музей, куда мы идем. Куда выпадет из дерева желаний, я вам говорю, до обеда желаний. Всю вот эту панораму, как на ладони, вот видишь. То есть, пофотографировать себя там на фоне этого. Идем на стадион. Это стадион открыли к 75-летию свадьбы. На все юбилейные праздники 75-80-85 лет проходили здесь. На 80 лет было очень много людей. И пасмурно, целую неделю. Десять дней кормили бесплатно. Потому что накормить в столовых очередях это практически невозможно было бы. Целый день бы там стояли. Раз. И было пасмурно, и даже дождь был. Все это поле было накрыто такими толстыми фасмасами. Ну, скажем, матами, которые такие ворсистые фасмасовые. Что влага уходит туда, как песок. То есть, люди все были в белом, но никто не вымазался. Потому что приходили боссы, выкарались, и все сюда заходишь, садишься на полу, и все. Весь пол, все, сидели люди. Трибуны, все, сидели люди. Правая сторона женская, левая сторона мужская. А там вид персона сидит. Теперь смотрите на эту гору. На гору вверх украшает Хануман. Это гора Гаванхара, которая, ну, с Рамаяны, это целая история, как Лакшмана потерял сознание, вроде умерли, рано попросили его попросить травы. Он забыл и пришел в Гималайю, в Ринкелли, полетел в Нарайес, а название забыл. Он смотрел гору и потом. Потом ему пришла уже, как бы, телепатически, что не надо. Телу гору с травами, да? Да, и он его оставил. И гора заплакала, что Бог не воспользовался ей. И когда уже Кришна пришел в Авата, он укрыл своих преданных от дождя. Такая история. С вами рассказываю, все это описано. А теперь смотрите под горой. А, еще докажу, что Ханумана. Ханумана это символ преданности. Храну часто повторял, все должно быть преданными, только Ханумана. Он служил сите, это его жене. Он никогда на лицо ее не смотрел, все время только на стопы. И исполнял все беспрекословно, чтобы она не попросила его. Так само и Раму. То есть это символ преданности Бог. А внизу, вдоль горы. Вот там типа храма вот этого буддийского, да? Рядом Иисус Христос, потом Будда. Потом там не видно, Заратустра стоит. Мы когда будем в музее, там такой плакат будет. И когда вы пойдете с той стороны, там тоже можно будет сфотографировать, либо сверкнуть. А видно это. После Заратустра, вот это Будда, то есть Заратустра, а потом не видно вот эти кусты, за кустами. Там сидит Шива в позе лотоса. После Шивы, вот это уже Ширги Баба. Это прошлое воплощение Свами. И вот видно такой огромный постамент, корова и это Кришна с флейтой стоит. Вот это все, что вот на стадионе. Если с утра прийти, с той стороны, вот куда, вот тут ворота, это все можете себе сфотографировать. Где-то вот один, второй, третий сектор вот. С той стороны это все видно. Либо оттуда сверху, куда пойдет. В Жотичей Тайне музей строили китайцы 10 месяцев. 18 декабря в 2000 году этот музей открыли. Никто не думал, что это все сделают. С вами сказал, как говорят, Бог сказал, Бог сделан. Было очень большое стечение людей. Строили его полковник Базе. Он сейчас директор музея. У него очень интересных много историй. Первая книжка, интервью, которую я собираю, книжка называется «Отражение солнца в спокойной воде. Успоминание преданных». Там его полностью рассказ, как он вот это делал и как он с Айбаба воскресил его отца. Отец его потерял прямо среди ВИП-персон. Потерял сознание, упал. Врачи к нему подошли и констатировали смерть. С вами подошел, что-то похлопал, посыпал на него там в Якутии. Сказал, тебе еще рано уходить, ты еще не всю работу в ней сделал. Он еще после этого прожил 4 или 5 лет. Построил супергоспиталь еще какой-то. А это уже сын строил супергоспиталь. Ну, вот этот музей жительных читаний, полковник Бассет. И там есть книжка «Аватар». Уже перевели на русский где-то. Думаю, с февраля месяца может уже распечатать. Уже 4 года в июле, чтобы не было кому перевести вот такую книжечку маленькую, с английского на это. Он говорит, переведите, будете читать. Десятый «Аватар». То есть самые такие чудеса, которые для нашего ума невероятны, для Бога нет невозможных. Он все это описал. Ну, чтобы не читать такие тома, с симптомом, от биографических с вами вот такие. А это тоненькая маленькая. И сейчас мы идем в музей, а вот это украшает спереди символ. Видите, на пальце. Бог держит Вселенную одним пальцем. А жизнь со Вселенной вокруг 5 лебедей на 5 человеческих ценностях. Первая – истина. Вторая – дхарма на праведности. Третья – любовь. Четвертая – Ахимса. Куда мы 4 соблюдаем, мы имеем внутренний мир, покой и во всем мире мир. Идем туда. У меня беда, ну, циму, чистоты, праведности и богиня-парабинства. Я еще всем советую, особенно кто первый раз, там, другий, третий, не страшно, десятий. Псаик Серокса, по четверти, многие я знаю, где. Это русский Серокс. На русском можно любую литературу, у него есть перечень и так далее. Но я советую купить две книжки. У него есть разные. Называется «Диалог человека с Богом». Первая она называлась «Гладгита» для молодежи, либо для западных преданных, по-разному их назвали. Потом ее передали, написали «Диалог человека с Богом». Написал ее профессор Вентан Карама, индус, физик, ядерщик. Я у него брал интерьер. Он говорит, я в этом ничего не понимаю, я принял как аксиому, что он Бог и так далее. Он мне говорит, бери ручку, пиши. А я говорю, с вами, я же ничего не понимаю, что я буду писать. Ты бери ручку, а я буду писать. Он брал ручку, и ручка сама писала. На следующий день, он перечитывал, ничего не понимал. Вы взяли ручку, и она писала. Да, ручку взяла, держишь над этой, и ручка начинает писать. А вы ничего? Так вы же не думаете, вы же не знаете, что писать. Ручка сама пишет, что надо. Точно так вот эта бабушка, Виджая, я у нее много раз был на интервью, я вам покажу, там в музее тоже есть, на телевидении, ну, по телевизору, показывает, там минута, фильм идет. Она написала три книжки потрясающих, «Только у тебя спасение», «Путешествие в Бадре». Кстати, в этом русском сервисе есть он. И четвертое, Матхура Бхатки, высочайшая преданность. Матхура Бхатки, это высочайшая преданность к Богу. Как должен человек, каким быть, чтобы прийти к Богу, к Богу реализации. Это все там есть. Я советую, вот купить вот этот, диалог человека с Богом, там вопрос-ответ, вопрос-ответ, на все случаи жизни получите. Когда вы прочитаете такую стопку книжек, Бог знает, когда и будет ли это вообще. Не надо выписывать, а там кратко и ясно. И есть такая называется ампиляция Севастьянова, называется исцеляющая. Глазика. Как вот буддистов, кибетских вот этих глаз. И точно так, исцеляющая. 27 кем. Что такое истина, карма, о питании, о карме, как человек все отрабатывает. То есть, одна страница, две, три, вот такие вот, три, четыре, пять. Рядковно вы получите ответ. То есть, для человека, который только начинает духовный путь, он ничего не знает. Даже который что-то знает, то он там получит все ответы. И потом возникает вопрос, желание, порыв души. Да, я хочу тоже поменять себя. Меняю себя, меняю вокруг. Никто никогда в жизни никого не поменяли, не поменяет. Только волна себя поменяли. По музею мы походили, там очень красиво, очень классно внутри этого музея. Но, к сожалению, там категорически нельзя снимать, фотографировать. И нельзя снимать даже тайком, потому что очень много вот этих наблюдающих сивадалов стоят. Можно, конечно, было рискнуть, вытащить потихоньку камеру, но если заметят, будет просто скандал. Это неприятно. Поэтому я не снимал внутри музея и, в общем-то, никто не снимал. Здесь на входе в музей вот такой красивый пруд. Здесь фотографироваться можно. В пруду живут вот такие красивые разноцветные рыбины. Наверное, это карпы, но я всех рыбин называю карасями. Можно бросить чего-нибудь рыбам, здесь, и смотреть, как они это поедают. Вот видите, как индийцы кормят этих карасей. Вернее, карпов. Ну, мне нравится больше карасями их называть почему-то. Это само здание музея. Как видите, музей построен в китайском стиле и строили его китайцы, как рассказал наш гид. Все собрались. У нас всегда так шоу. Встает и смотрит. Кто они? Откуда они интересны? Деревушки. Деревушки с какой-нибудь. Пойдем домой уже. Вы снять хотите? Ну, они интересные такие. Забрали. Привет! Что там? Как экскурсия? Знаете, здесь место где-то есть, там какие-то стоят памятники, много-много всего. И там стоит такая стела огромная, и под ней можно прям платком, она как будто как висит в воздухе. Не знаю. Не знаю, это рассказывала Ира. Где, в Индии здесь или в футапарте? Нет, в футапарте, где-то километров. Это надо спросить у Юры. Да, точно. Они здесь, вот сейчас мы были, сидели вот эти, близнецы. А, были здесь, да? Да, они только ушли, вот сейчас сидели тут. Приходили куча индийцев, и они, давай с этими детьми фототься. Потрясающий музей. Нет такого, чтобы он говорил о том, чтобы поклоняться ему, Саибаме. Нет такого, конечно. Да, и он объединяет в своих учениях все религии. То есть он говорит не о том, что нужно к индуизму. Да, приобщаться. Он это делает для того, чтобы люди в своей религии, которую они веруют, утвердились. То есть не сомневались. Нет, это такое, что есть абсолют, который расставляет, как оно должно быть. Очень интересно. Стоит даже прийти второй раз. Уже более осознанно. Первое такое знакомство. Второй раз. Мы можем покажать. Это вообще приятно очень ходить. Можно даже помедитировать. Там есть зал для медитации. Да. Там такие деревянные штучки на них, можно сесть, чтобы не на полу сидеть. Там очень красивый лингом с лицом. Да, очень. Вот этот золотой фрам самый богатый. Вот на моем опыте, у меня, конечно, может, не самый длинный опыт. Первый раз вообще вижу, что с вами именно объединяет все религии. Это очень важно. На сегодня все. В следующем видео мы продолжим знакомиться с маленьким красивым Путтапарти. Напомню, что можно подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обновлений. Если вам нравятся мои фильмы, пожалуйста, поделитесь ссылками на них в ваших социальных сетях. Это поможет развитию канала. До свидания, друзья. Всех благ. До встречи в Путтапарти. Путтапарти.